Итак, всех приветствуем. Ну что, идём дальше. Так, а голову этого товарища мы уже забрали, точно. Эти штуки пока не трогаем. Ещё фиолетовых сундуков мы не встречали. Туда пока не пойдём. Чё, вот эти штуки почитать нельзя как-нибудь, поторогать их нет. Нельзя. Это мост в Йоттенхейм? Он похож на те странные двери. Наверное, Мимир поможет нам во всём разобраться, если мы его воскресим. Ну, да, тогда идём вниз к ведьме, чтобы воскресить этого товарища. Ты помнишь путь к дому ведьмы? Да, он в лесу с кровавыми листьями, к югу от озера. Я знаю, куда идти. Надеюсь, она вернулась из Альфхейма и оживит Мимира. Он был хороший, а ты ему голову отрезал. Хе-хе. Ну, так получилось. Ну, да, можно телепортнуться, но... Ага, видимо, нужно телепортнуться. Иных вариантов нету. С ума сойти! К нам в дом пришёл Бальдер! Один из асов! Бальдер! И ты с ним сразился! И победил! Да. Сын Одина, брат Тора. И теперь он ищет нас со своими племянниками. Что ему надо? Если оживим голову, спросишь. Ладно. Глупо, конечно. Но я надеялся, что мы найдём на той горе великана. Видать, они и правда все ушли. Ну, кроме змеи. Он, наверное, последний в своём роде. Ты тоже последний из своих? Потому не любишь говорить о... Своих? Ну, я про твою семью. Да меня и маму. Откуда ты родом? Кто мать и отец? Не время сейчас для этого. Понял. Ну, я так и думал, что рано или поздно он у него спросит, а Кратос он не захочет об этом рассказывать. Он же там, типа, спартанец и зазофин. Насколько я помню. Брок! 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 Что? Дай пожрать спокойно. Я же не ору тебя над ухом, когда ты у себя в пупке ковыряешься. Оставь его. Да стоп. Вы уже нарушили моё одиночество. Можете составить компанию? Мы не голодны. Славно. Я вам и не предлагаю. Видели твоего брата. С чем и поздравляю. И небось опять дали ему в досталь поизгаляться над моим топором? Мм? Ну, показывай. Мм. Этот засранец не сможет найти баланс, даже если надо отбалансировать свои яйца. Мм. Он там не отощал? Да нет. Хорошо. Так лучше. Ну, и что вам ещё надо, Ам? Когда Синдри уходит с головой в работу, он даже пожрать забывает. А если и вспомнит, поди заставь его нормальной горячей жратвы состряпать. Похоже, в семье весь аппетит мне достался. Как и мозги. Скучаешь? По этому придурку? Да вот ещё. Ну, просто... Слушай, ты бы шёл уже, а? Хватит жужжать тут над ухом. Я уже устал от тебя. Эй! Где твоя тягловая скотина? В каком смысле где? Я её съел. И даже высрать уже успел. Как ты мог так поступить? А чё? У неё молоко кончилось. Она же твой друг. Значит, порадуется, что я сыт. Слышь, парень, ну нельзя быть таким сопливым рухлей. Это никого не доводит до добра. Всё, я заработал. Что на этот раз ломали? Замечательно. Чего тебе мелкну? Ого, мне не хватает рубленого серебра. Определился с выбором. О, вот это, вот это интересно. Нет, ну, обаяние, конечно, тоже защита. Но зачем испытывать судьбу? О, мне ещё хватает до пятого уровня. Материал весьма прочный. Своим напором денёк продержится. Лучше надо максимума. Парень! Ну, вот это неплохо. Но мне не хватает. А, это всё-всё тоже оплечье древних. Я что-то тупанул. Ну, зато перчи неплохо улучшили. Так, о чём ещё мы говорили? Ну, сюда мне сейчас не надо. Мне к ведьме нужно отправиться. Как попасть обратно к ведьме, сын? Сперва найдём ловень. Хорошо, и куда мы направимся теперь? Вон там, за большой статуей Тора. Ага, ну это мы знаем. Но я хочу кое-что старенькое попробовать сделать. Я же вроде не победил там или победил? Нет, не победил. Вон ещё болтается. Сейчас-то я достаточно силён. А какие ещё истории ты знаешь? Ещё одну. Жила-была лошадь. Она решила отомстить своему врагу, оленю. Лошадь не могла убить оленя сама. Она встретила охотника и заключила сделку. Она дала надеть на себя упряжь и позволила человеку сесть в седло. Вместе они убили оленя, и лошадь почувствовала вкус победы. Но охотник не захотел отпускать лошадь и поработил её. Значит, ради мести он лишился свободы. Надеюсь, оно того стоило. Нет, не так. О, мы же тут не доделали. Хе-хей, сейчас доделаем. И заодно птичку к нам зарубим, которая летает. Как будто бы нет. Не так это работает. Или мы ещё не умеем такие камушки разбивать. Так, где птицы тут летают? Ну, далеко я не доброшу отсюда. А, ну вон я её вижу. Не докину. Ну, вон вылетает. Без вариантов. Не знаю, откуда достать эту птицу. Как эти камни разрушить тоже пока не знаю. Но... С этого корабля, может быть, можно. У меня есть чётко ощущение, что здесь всё-таки рано или поздно. Да, что-то вижу наверху. Где? Может, когда-нибудь здесь всё осушится, и мы сможем там с какой-нибудь более удобной площадки просто кинуть там топор. Потому что здесь несколько птиц летает. Вектор, я не могу достать ни с одного острова. Ну, поехали. Ай-яй-яй. Нет! Нет! Нет, я передумал! Не надо! Я случайно нажал. Угу, повезло. Угу, повезло. Это... Да. Ну, чё, вообще я их... Наваляю. Угу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не нужен, не трать. Блин, сложные. Я иду к тебе! Сложные челики, конечно. Хотя они уже для меня не смертельные. По одному-то я бы точно их завалил. С другой стороны, мне ничего не мешает попытаться все-таки их выкинуть с этой платформы, чтобы долго нам с ними не возиться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, блин! Я пригорую! Отец, уходи! Это что было, я не понял. На ровном месте меня спилили почему-то. Фигня какая-то. Неужели на них ярость мне потратить придется? Ну, можно так, кто мне вроде впереди не предвещает каких-то боссов. Я все-таки недавно одного завалил. А даже если вылезет там, ну, эта мелюзга какая-нибудь там будет нечемная. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да блин! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай, ладно, попробуем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты будешь жить! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сука. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ладно, оставим пока этот бой. Пойдем к ведьме, пока он не вытаскивается. Ни в какую. Хотя, давайте я все-таки попробую спустить... ярость если с яростью тоже низко на эту и до скорого времени его осталось взять я просто в самом начале страус чуть потупейшим нет, не удается скинуть готов еще чуть-чуть да блять, он короче ни в какую не бежал, не защищался пока там этот топор был отправлен в полет ладно, плевать, все так, слишком много времени потрачено на очередную попытку каких-то пиздить и давай и 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 д историю еще жила-была лягушка ее пруд высох и она со своим сыном отправилась искать себе новый дом там был колодец сын увидел воду и решил прыгнуть но лягушка его остановила она увидела что колодец глубокий если вода в нем высохнет они не смогут выбраться поэтому они пошли дальше и все да это не история вот если бы сын туда прыгнул тогда бы да сын попал бы в ловушку и умер и никто бы не помог слыхал вот эта история вот все я знаю ведьма многое умеет но сможет ли оживить голову она вроде искусна в своем ремесле и терять нам нечего а если не получится мы голову себе оставим нет но можешь скормить ее рыбам ладно блядская ведьма а Осторожно! Вообще мельчайшая. Что скажешь? У тебя есть задачи. Что такое? Похоже на выход. Что-то фигня какая-то, не знаю. Мы ещё не видели таких сфер. Это не только ключ к руну Муспельхейма. Здесь ещё и руна пути. Отправимся в мир огня. Ого, вы можете попасть в мир Муспельхейм из комнаты перехода. А зачем? Что за комната перехода? Это, типа, где гном этот сидит? Кузнец. А-а-а, это наверх вылезти. Не надо пока. Пока не надо. Так, других рун я там не вижу. Сейчас. Мм-м. Ура, ура! Какой? Ура. Ура, ура! Ура! Прикольно. Чё ещё тут разрушить можно? Ага, говорит, в чёрную воду не вставая, сами зашли в неё. А, вот он где. Мне, наверное, понадобится красный тут камушек. Мы его ещё, по-моему, даже ни разу на сундуке так не использовали, так что... Да, работает. Так не работает. Нигде тут нету камня какого-нибудь затаившегося. Вроде нету. Но руна где-то одна от нас заныкалась. Ладно, давайте сюда слазим. Ещё одна дверь. Смотри. Это ещё одна карта. Да, черепахи. Там, где листья красные, а мок зелень, я зарыл своё сокровище. Там, где спит черепаха. Ну, тоже какое-то не очень знакомое место, как будто бы. Ну, запишу, потом посмотрим, может быть. Да, черепахи. А, ещё не было незабыто. Последний! Открой! О! Волшебный замок! Волшебный замок! О! Так, я сначала открою... Сундук, потом мы туда сходим. Второй? Да, второй. Волшебый замок! О! Сундук! Открой! Сергей! Все снивает! Снивает. Субтитры сделал DimaTorzok Так, это было быстро. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и чё? Чё там? Увидел? Так, и зачем? Ух ты, сундук золотой Отец, посмотри наверх Ну куда? Ну я посмотрел дальше чё Такое ощущение, что нам чё-то пока ещё не хватает для прохождения этой локации Вот ты даже не прочитал, чё, тиронно знать чё ты хочешь от меня Если поможешь, долезу Да? Аааа Я понял Вот это я не заметил И мы сейчас подвинем эту штуку И вот так вот перенесём в другую сторону Так, вот тут я точно не допрыгну Давай Давай Давай, давай, иди рисуй Да Да Это и впрямь чаша с песком Бау Ура Вызов стаи ворон, готовых атаковать врагов Ну-ка Ну это не в прямом смысле вороны Это какие-то там штуки непонятные летают Чё, даже на это осталось? Ничего себе И чё, мне сейчас обратно пешим надо идти Там, я смотрю, какая-то дверь есть вообще Ну блин Ну блин Да, неясно, что с этой штукой делать Могли на обратном пути забрать из сундука Так, да, мне сюда Хотя, быстренько тут смотрюсь ещё Раз вода там высохла Вдруг туда можно куда-то спуститься Нет Нет Нельзя тут спрыгнуть вниз Ничего нового, интересного не появилось А всё остальное мы уже видели Да, ведь видели? Ну да Неплохо 15 минут убили Идём уже, блядь, головёшку Надеюсь, это волшебные руны С вами асов не остановишь Вон она Надеюсь, она нас помнит Так, ну-ка давай Тут надо ещё почитать Немножко, не убегай далеко Чё пишут? Славься, у Фрик Щедрый Фрик Давший миру ярчайший свет Юного Балдура Сияющего бога Гордость асов Сына Одина И наследника Асгарда Да будет она хранить его Да будет он хранить нас Славься, у Золотой Балдор Славься, у возлюбленная Фрик Славься, у вовсе отец Один Похоже, здесь не осталось никого Из тех, кто надеялся на асов Привет, Чёрли Твоя подруга здесь? Что это за имя? Она сказала, что её так зовут Ну, я так услышал В голове Чёрли В смысле? Что это за имя? Девушки отдыхают. 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 три печати господи понять что верный выбрал ух ты сюда а я это знаю это виндер ветер наверное это слово для чаши с песком читается как pixar как будто бы ну ладно что-то не загорается там на сундуке ни черта ух ты не заметил но мы все лики магии нашли так ну ладно их же там три всего простая головоломочка выходит будем знать бы какие еще правильные символы тут вам ничего не загорается в общем мы не узнаем пока не научимся с этими сферами что делать моментным перебором и дофига времени потратил так раз нам дают здесь все поисследовать предлагаю пройтись по тропинке который мы сюда пришли за нами закрыли ясно но папа как бы я заметил это а это клад камень забвение пам пам камень впитывающую энергию при контакте высоко ценится гномами используется для улучшения рукояти с эффектом похищения жизни ясно меня при этом кстати все таки остался один квест невыполненный с картами ну да не мигающий взгляд но тут я дупо случайно нашел вообще никаких черепах уже там не помнил через там буквально пару минут и стук подобрал эту штуку что там сказано голубь ястреб и сокол плавают в океане высоком а ветер смотри а почему там исчезла штука какая-то светящая вызов призрачного оленя испускающего разряда разрушительной энергии ну-ка они чё тут от красиво такая хорошая штука ну так чуть не очень большая локация думал тут нам побольше активности предложит а тут как бы вот все пук с ринг отец она здесь я очень-очень рад тебя видеть я знал что ты жива привет ой а ты можешь оживить голову я не очень понимаю что погоди где-то это взял эти стрелы до их мне быстро но это подарок делай что тебе говорят это очень опасные стрелы колдовские если найдешь еще уничтожих понял ты меня понял или нет отвечай да я понял если найду уничтожу очень хорошо прости если хочешь возьми мои стрелы взамен они мне больше не нужны ну что там за голова ты хоть сам понимаешь кто это ты убил его по его просьбе он сказал что ты его оживишь я а ты не наслышался пожалуйста неси его к столу я уже очень давно не занималась древней магией подержи давай посмотрим ну к счастью голова не сильно сгнила и мозг все еще цел хороший срез отрубить голову не кому-нибудь а ему надеюсь ты знаешь что делаешь теперь держи голову под водой и не отпускай ты понял довольна получилось покажи мне эмми мир слышишь слышишь да хорошо о фрея давно не виделись хорошо выглядишь я сделала это только для них лично я считаю что тебе лучше быть мертвым я бы поклонился если бы мог прости меня если бы я знал что ведьма в лесу сама фрея никогда бы такого не предложил фрея ты что богиня фрея о и ты не знал прости когда пройдет слух что мимир на свободе один будет ярости ты богиня была первой среди ванов когда-то теперь уже нет ты не сочла нужным об этом сказать ты действительно хочешь прочесть мне лекцию по этому вопросу сын мы уходим но жива не за что зачем ты так ей нельзя доверять потому что богиня я тебя ничему не научил она же помогла нам она лгала кто-то ценит свои тайны не суди их брат когда мне нужно будет мнение головы я спрошу хорошо отнеси меня в храм тюра к озеру девяти и я доставлю вас в йотунтрим мы знаем этот храм что там последний великан мидгарда разумеется кто еще укажет нам путь мировой змей ты что можешь с ним говорить он говорит на древнем языке древнее этих гор больше никто в мидгарде этим языком не владеет конечно же кроме меня правда а то и кстати йорманганд блестящий собеседник хотя по виду этого может и не скажешь хх так я хочу еще раз наверх слазить чисто интереса ради ага ну как будто бы нет можно я думал эти ветки появились и их не было раньше ну ка а все понятно она спряталась ну зря сбегали немного скорее так какой то свой там небольшой интерес попытались удовлетворить ну вот сейчас еще пару минут поиграем да мне бежать надо уже будет как раз на подъемнике поднимемся может на удочку еще успеем так почему вниз мы едем а то точно нам же действительно вниз не читается совсем уже ну и чтоб не плыть конечно лишнего ну и чтоб не плыть конечно лишнего а а мимир почему фрея плюнула тебе в лицо нет говори о бальдере он утверждает что неуязвим да бальдер неуязвим ему не причинить ни физического ни магического вреда пустые слова у всех есть слабые места боюсь что нет бальдер неуязвим ему не причинить ни физического ни магического вреда это ты сказал мимир разве? откуда взялась его сила если я верно помню это связано с магией? мимир? наверное какие то участки моего мозга еще не до конца ожили им нужно немного времени он хоть не сломался? как поговорить со змеем? на середине моста есть рог отнеси меня туда ммм наконец то это рог ну приведем вас в порядок чего нужно то? не хватает десяти тысяч опять вы не хватает десяти тысяч и а и если что это не не что не а если новые способности доступны ну-ка вряд ли мне конечно хватит xp на улучшение да но разлучился пятый уровень и так что могут по три тысячи надо может почти полностью прокачали на удивление поговорить о чуть не забыл брак это наш новый друг ними мы знакомы почему-то мне не сказал у него же бросает у тебя хватит короче я уже пожалел что спросил неужели вы с братом не можете помириться наверняка все можно исправить вы же семья вот только не надо меня лечить уж я-то знаю что значит семья то что мы делали наше оружие было легендарным его знали во всех девяти мирах столько лет что я и сосчитать не могу разве можно такой перечеркнуть из одной паршивой паршивый чего-то ничего слушай тебе случайно никуда не надо ладно в дуду уже не успеем подудить поэтому тут мы закончим следующей серии конечно же продолжим так и по фасту глянем у меня же никаких целей господи не появилось ну да сдайте задание новая цель вроде ничего нового не появилось ну и клад мы выполнили ладно всем спасибо за просмотр всем пока спасибо за просмотр всем пока пока пока